Привет всем! Рад приветствовать вас на канале Морозлайф. Сегодня хочу поделиться с вами новостью. Мы сделали первый шаг к нашей главной цели 2020 года по соединению семьи. Мы сняли квартиру в Чехии. Собственно, сегодня я вам покажу нашу квартиру, проведу, так сказать, экскурсию и расскажу о всех нюансах и трудностях, с какими мы столкнулись при съеме этой квартиры. Поэтому предлагаю начинать. Поехали! Собственно, сейчас мы находимся в одной из комнат. У нас двухкомнатная квартира, 2 плюс 1, так называемая. Что это значит? То есть, двухкомнатная квартира плюс отдельная кухня. То есть, если при съеме квартиры будете наблюдать такие вещи, как просто двухкомнатная квартира, то это означает, что у вас будет кухня-студия. Вот, собственно, одна комната. Это самая главная комната, можно сказать, зал, либо гостиная. Дальше переходим, идем на кухню. То есть, вот такого плана у нас вот кухня. Здесь стул, стулья, как видите. Шикарный вид с балкона. Вот с балкона, шикарный вид с окна. Мы живем на седьмом этаже. Вот. Здесь сразу имеется и холодильник, скрытый такого плана. Варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина. То есть, такого плана. Это у нас уже полный фарш. Стиральная машина. Ну и, собственно, вот такого плана наша кухня. Наконец-то сбылась мечта у нас. Есть теперь духовой шкаф. Можно готовить вкусную еду. Вот. Идем дальше. Переходим сейчас. У нас такой коридорчик. Здесь у нас ванна. Сейчас включу свет. То есть, вот такого плана у нас ванна, туалет. Все вместе сразу. Привет. Такого. Можно сделать вот так вот. С таким вот цветом. Ну, можно поменять. Здесь также полотенцесушитель. То есть, сразу все. Это в полном комплекте. Дальше идем в следующую комнату. Здесь у нас комната спальня. Еще такое эхо. Есть. Здесь жалюзи на окна. Такой вот видончик на наш город. Весь город практически видно. Вот. Осталось только купить матрас. И, в принципе, все. Ну, еще хочу вам показать. Вот здесь реально нет никаких комодов, ничего. Здесь есть такая вот гордость у нас. Такая гардеробная. Ой. Такого плана. Здесь уже раскиданы вещи. Там вот здесь мои, там здесь Алины. Здесь будет нашей дочке Марьяны. То есть, такие вещи пораскидывали. Очень крутая тема. Очень много полок. Все, что хочешь есть. Ну, собственно, вот такая вот квартира. 2 плюс 1. 57 квадратных метров. Теперь же самое интересное. Я сейчас расскажу, как мы ее снимали. Будем вещать с кухни. Расскажу, с какими трудностями сталкивались. И так дальше. Итак, ребят. Значит, если вы хотите снять квартиру, то, конечно, в Чехии это, да, и в принципе, в любой стране это самое основное, что нужно найти саму квартиру. Это первый пункт. Локация. То есть, выбрать локацию, в каком месте вы хотите жить. Чтобы понимать, там школа, садик, магазины, может, какие-то, тихие районы. У нас, допустим, здесь мы выбрали вариант возле школы. Чуть-чуть, там, недалеко от работы. Ну, как недалеко, относительно, там, полтора километра. Ну, это, в принципе, нормально. Там, пол-25 минут ходьбы пешком, либо автобусом можно доезжать. То есть, это первый пункт. Второе, с которым мы столкнулись, это иностранцам реально самим тяжело снять квартиру. То есть, кого это не спрашивал, тоже украинцев есть, ребята, которые снимают квартиры. То есть, либо помогают чехи знакомые, у кого там есть, либо уже ребята, которые здесь прожили больше, там, года-двух, которые знают хорошо уже более-менее язык. Вот, потому что, ну, не знаю, пока такая вот тенденция, что украинцам, да и другим, в принципе, иностранцам не хотят сдавать жилье. Так напрямую. То есть, это не так все просто, как, допустим, в домашних условиях, там, в нашей родной стране. Вот. Нам тоже помогла наша знакомая, уже пообщались здесь, разнакомились с некоторыми чехами, нам помогла она тоже снять эту квартиру. То есть, договорилась с хозяевами. Вот. Первый опыт у нас был, мы написали на сайт S-Reality.cz. Кстати, сайты я вам укажу в описании под видео, на которых можно будет посмотреть фотографии тех или иных квартир. Если кому нужно, пожалуйста, обращайтесь. Там есть варианты и с реалиткой, то есть, это с риэлторской помощью, либо без реалитки, уже будете там смотреть сами. Вот. Так мы первый раз написали на сайт, выбрали этот вариант, который нам понравился, там, с мебелью, со всем интересным. Почему с мебелью, сейчас дальше расскажу. То есть, на этом пункт такой интересный. Вот. А созвонились, мы, конечно, там чуть-чуть пока там не сильно языком владеем, там кое-что объяснили, что мы украинцы. Там, в принципе, так все было понятно. Но нам помогла, там, новая знакомая тоже с Чехией. Она рассказала, договорились со встречи, но в итоге встречи так и не произошло. То есть, может быть, хозяева отказались, может быть, риэлторка, то есть, отказалась, я не знаю. То есть, нам не перезвонили, сказали, да-да-да, вот встречи давайте, там, завтра встретимся, вам покажу квартиру. Но в итоге так и ничего не произошло. Поэтому второй вариант, мы посмотрели, там, уже попросили наших уже хороших знакомых из Чехии, которые нам нашли этот вариант уже по квартире. То есть, мы сняли квартиру без реалитки. Вот. То есть, без цены за риэлторские услуги. Какая ценовая политика квартиры, за что рассчитывать? Я вам ранее еще говорил в предыдущих видео, там, ответы на вопросы. Вот стоимость квартиры, ну, как правило, однокомнатная здесь от 7 тысяч в городах, в мелких городах, там 10-12 тысяч населения. За однокомнатную квартиру 7 тысяч крон. Но, опять же, это цена только за квартиру, плюс дополнительные какие-то поплатки, то есть, дополнительная оплата. За двухкомнатную 10-13 тысяч. То есть, в нашем случае, мы оплачиваем 10 тысяч 500 крон за квартиру с двухкомнатной, плюс это кухня. Да, еще, кстати, есть балкон. Балкон у нас на выходе из квартиры на другую сторону, то есть, отдельно закрывается. Там есть наш балкон. Вот. То есть, 10 500 за квартиру, плюс отдельно мы оплачиваем 1000 крон за свет. Вот. Плюс мы оплатили 20 тысяч кауца. Кауца – это возвратная сумма денег, то есть, это, грубо говоря, залог за мебель, за то, что мы тут ничего не поломаем, не разобьем. Ну, в нашем, можно сказать, если сравнить с Украиной, это за деньги за последний месяц, грубо говоря. Но они, как правило, здесь возвращаются. То есть, единственное, что, когда вы будете заключать договор, обязательно его изучите, переводите через переводчики, либо, если есть какие-то знакомые чехи, которые понимают украинский, нам помогал наш куратор с нашей агентуры, то есть, нам он посмотрел, перевел там некоторые моменты. То есть, самый интересный пункт. То есть, если вы хотите расторгнуть договор, то через, за три месяца до окончания нужно предупредить хозяев, чтобы они вам смогли потом вернуть эту кауцию. Если вы не предупредили, сказали, вот, завтра уезжают, то они вам ничего не вернут. Это такой интересный пункт, это он есть во всех договорах. В нем указывается также, за что вы платите деньги, за интернет, за свет и так дальше. То есть, потому что эти все моменты, если вдруг там не совсем хорошие арендодатели могут вам подсунуть такой договор, где вы будете отдельно за все оплачивать. То есть, за тот же интернет, за воду, за свет это выйдет очень приличная сумма. Вот. И в сумме у нас вышло, получается, 32 тысячи. То есть, тоже такой, один из важных пунктов. То есть, нужно собрать эту сумму денег. И, конечно, если готовиться там заранее, за два-три месяца можно спокойно эту сумму насобирать. Но если, допустим, приехали там и сразу хотите снять жилье, то нужно сначала поработать, заработать эти деньги, а потом уже, как бы, снимать эту квартиру. Ну, найти ее, соответственно, и снять. Вот. Если вы будете снимать через риэлтора, то риэлтору придется отдать еще плюс один месяц, так сказать, за проживание. То есть, плюс там, в нашем случае, это 10 тысяч, мы бы говорим, мы могли бы отдать. То есть, так мы их сэкономили, эти деньги. А это, на секундочку, те же 500 евро. Почти экономили. Какой еще из важных пунктов? То, что, вы видите, у нас по мебели вообще минимум. Если честно сказать, то, когда нам показывали эту квартиру, мебель, вообще это все осталось еще с прошлых квартиросъемщиков. Нам ее оставили бесплатно, подарили, так сказать, потому что они не хотели ее вывозить. Остался диван, два кресла и каркас на кровать. В основном, квартиры все сдаются пустые. Если она будет сдаваться с какой-то мебелью, то за это еще могут потребовать чуть больше денег. Но это, опять же, все обговаривается дополнительно с вашим хозяевом в будущем. Ну, а так, в основном, квартиры пустые. Всю мебель нужно приобретать отдельно, самим. То есть, это дополнительные расходы, дополнительная статья. Там уже, конечно, смотрите, выбирать в любом случае его. У нас вот такой вариант. Дальше мы будем весь, всю эту мебель, на чешские, это набыток их, так называемый. То есть, будем приобретать отдельно, будем уже докупать. Вот. То есть, такая вот система. Вот такая, в принципе, у нас квартира, вот такая вот у нас новость. Следующий пункт у нас будет уже по воссоединению, это сбор денег на счет банковский. То есть, нам нужно собрать около 50 тысяч чешских корун, чтобы было показать на счету. Ну, а дальше мы собираем все документы, подаем заявку и будем уже подаваться в посольстве. Так что, за всем этим можете следить. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok